А на чём у меня бракова? Класс, класс, класс. Какая вонь, какая вонь. Обманули реально. О, дебильная игрушка вообще. Привет, мои хорошие, с вами Селена Сэвэй. И сегодня у нас будет очередной обзор покупочек из фикс прайса. Сейчас я покажу два огромных пакета. Та-дам! Да, это были два разных захода. И я набрала кучу новинок новых. Новых новинок масло-масляное, которые я хочу скорее вам показать. Давайте начнём с первого похода фикс прайс. Смотрите, какую классную маску я купила. И не зря я сейчас, между прочим, постелила на фон голубой цвет. Потому что вот такая синяя маска в фикс прайсе за 199 рублей. Давайте её откроем с вами. Я, как всегда, забыла ножнички. Сейчас приду. Да зато батарейки я взяла сразу целую кучу, чтобы не бегать за ними. Потому что уже надоело. Ещё единственное, нам может понадобиться отвертка для чего-нибудь. Смотрите, вот такая маска. И я, кстати, видите, оделась вся такая в сером. Может быть, маску примерим. Вот так вот. И вот так она завязывается. По-моему, очень даже ничего, да? Такое у меня лицо стало больше. Как вам, симпатично или нет? Напишите в комментариях. Или эта маска всё-таки лучше для декора? А для декора она вот так вот. Мне кажется, её можно и прибить куда-нибудь даже. Нет, лучше она смотрелась бы, если бы была прибита где-то, да? Хотя сдалека как будто вообще половинка непонятно от чего. Короче, вот так. Так, пусть пока тут стоит. Пусть стоит. Короче, 199 рублей. Сделана из гипсокартона. Внутри она вот такая вот. Хотя нет. Какой гипсокартон? Пластмасса. Обычная пластмасса. Здесь чёрная. Здесь завязочки для завязывания. И вот здесь красивый декор. В общем, симпатичная. Я её взяла специально для декора. Что-то нос грязный я не посмотрела. У неё нос грязный. Видно вам, нет? Ладно, пусть стоит. Вот так вот. Нормально. Не мешает вроде. Так. Ещё, 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 ещё. Это ладно, это я в конце покажу, чтобы вы сразу перешли там на видеообзор. Ёлочка. Ёлочка. Мы сейчас тоже её поставим на фон. Мне понравилось, что она какая-то маленькая как раз для фона. Она должна ещё светиться у нас. Да, здесь батарейки. Стоит она 99 рублей. Открываем. Я люблю всё маленькое. Тем более мне для фона снимать. Ой, отлично, что здесь не нужно ничего открывать. Здесь две маленькие батарейки. Мы их сразу поставим сейчас. Раз. Два. Что за фигня? У меня ничего не работает пока что. Давайте распределим. Ладно, ёлочку. Короче, её надо распределить сначала. Сначала. У меня там Денька в спальне с бабушкой. Мультики смотрит. Но он слышит, что здесь что-то делается. И пытается вырваться. Но просто он начнёт сейчас прыгать на голове. А у меня нет возможности уже в будний день снять видео. Поэтому приходится вот так вот. Так. Ну смотрите, какая ёлочка симпатичная. Можно её даже ещё нарядить. А между этими там веточками у нас находятся вот такие вот пластмассовые нитки, которые должны светиться. Проволоки, ниточки. Блин, всё сыпется с неё. Офигеть. Так, а как же нам сделать, чтобы работало это всё? Почему она не светится? Она что у меня бракон? Подожди. Она светится. Только не видно это. Это только видно будет в темноте. Что это за ветка? Кусок большой ветки какой-то. Это, наверное, будет у нас вот так вот. Здесь вот. А это вот здесь. Короче, какая-то немного непонятная. Но, в принципе, так сдалека. Может быть, она и нормально будет на фоне светиться. Если ещё её украсить, подарки тут какие-то разложить под низ, да? То, в принципе, ничёшная такая будет. Вот, чуть-чуть, видите, синим. Она разными такими переливается. Синий потом. Здесь можно увидеть, какой цвет там светится. Красный. В общем, в темноте я вам её покажу. Показываю, как в темноте светится ёлочка. Вот такими вот крутиями разноцветными. Ну, симпатичненько, может. Только их распределить красиво надо. Так, в принципе, ничего. Она стоит 99 рублей. В принципе, за 99 рублей нормально. Дальше. Зеркало. Я не смогла пройти мимо зеркала. Хотя у меня зеркал, как вы знаете, очень много. И более того, я с Алиэкспресс заказывала ещё. Это зеркало себе с подсветкой. Это зеркало с подсветкой, естественно, 199 рублей. Оно настольное. Оно с другой стороны тоже должно быть беленькое. Но мне показалось, что оно поинтереснее, чем то, что я заказывала с Алиэкспресс. Потому что оно полностью пластмассовое. А с Алиэкспресс я заказывала, оно было не полностью пластмассовое. Оно как бы просто само стекло. На стекле, по-моему, вот эти диоды были. А здесь, смотрите, как айфон вообще смотрится. Как айфончик такой. Здесь батарейки. Блин, а сколько их тут? Ё-моё. Четыре огромные батарейки. Сейчас засуну. И вот так вот просто раз и всё и стоит. Мне кажется, вот прикольно это зеркало, на самом деле. Давайте посмотрим, как светятся эти штуки. У нас лампочки. Блин, а у меня одни ма... Девочки, у меня все батарейки, все маленькие. Да ну нафиг. Одна батарейка только. Блин, всё равно придётся искать. Да что ж такое. Пришлось вытащить из другой светящейся игрушки. Для того, чтобы сюда это всё запихнуть. Так, сейчас мы посмотрим, как оно светится. Надеюсь, они все... Вау! Слушайте, оно ярко светится. Прямо очень... С другой стороны аж даже прозрачный подсвечивается. Видите? Ну слушайте, мне нравится. Его можно использовать как светильник. И вот здесь off-con. Off-con. Очень красиво. Блин, оно красиво. И мне кажется, для декора даже реально будет очень красиво смотреться. Офигенно. Я такая в нём тоже симпатичная. Класс, класс, класс. Вот это одобрямс вообще. Но там были ещё разные расцветки. То есть видите, вот здесь всё белое, а было ещё коричневое. Не знаю, может ещё какие-то другие бывают. Не коричневое, а бежевое. А здесь белое. То есть тут белое, тут бежевое. Но мне, естественно, полностью белое понравилось больше. Так, давайте я закрою. Где крышка? Всё, пусть стоит. Офигенная штучка. А вот смотрите, как зеркало освещать будет. Оно просто нереально светится. Это осветит всё вам. Вот оно светится со всех сторон. Что у нас дальше? Дальше. Ага, вот такая вот вешалка многофункциональная за 55 рублей. Ну, я сейчас как раз скоро переезжаю на новую квартиру. Возможно, мне куда-то она пригодится. Возможно, нет. Ну, короче, у меня много таких разных вешалок. И я ищу какие-то прикольные всё-таки универсальные, которые хорошо держатся. Реально нормальные. Потому что всё, что я брала, не всё хорошее. Главное, открыла. И вот оно. Всё равно тут закрыто. Всё равно надо её как-то... Не люблю сложности. Вот не люблю. Люблю, потянула за ниточку. И всё открылось. Так, как нам тут клеить её? Просто на двусторонний скотч. Слушайте, а на картинке обман. Опять обманули. Офигеть. Обманули реально. На картинке присоска нарисована вообще-то. Вот здесь. Но присоски нету здесь нигде. Удалите бумагу от клеящего слоя и приклейте. На картинке, короче, с присоской вот здесь. А вот здесь нет присоски. Такая, знаете, мелкая на м-м. На м-м. Короче, вот ключики повесили ещё что-то. Вот так двусторонний скотч. Сюда прилепил. Туда присобачил. И всё. Ну, 50 рублей как бы в принципе. Нет, оно нормально. Я ничего не спорю. Ну, просто там присоска была. Да? А присоску можно на кафель. И можно не клеить, а потом сдирать этот клей. Мне кажется, это мелкий, но обман. Прям мошенничество какое-то. Дальше. Вот такая гибкая силиконовая линейка. За 99 рублей. Но понравилась она мне тем, что я подумала, что это классный браслетик будет. Ну, реально. Она красивая. Смотрите, с губами. Она одна там оставалась. Я её одну забрала. Может, в других магазинах есть. Но я её забрала одну там. И хочу посмотреть, как она, как браслетик будет смотреться. Ой. Так. Эй, а где губы? Губы остались внутри. Ой. Короче, это же хорошо, что она трансформируется. То есть, вот линейка. Видите? Линейка. То есть, если я где-то в магазине, мне надо что-то замерить. Я такая херак сняла браслет. Ещё, по-моему, она как-то вот так вот делается. Слушайте, какая классная штука. Ну, просто браслетик, да? Вообще. Чокер. Не, как чокер она не очень. Так, ну и смотрите. Раз выровняли мы. Одели наши губки. И снова. По-моему, очень классный. Классный браслет. С губами. Как вам нравится? Мне нравится. Мне кажется, прикольная штучка. Всего за 99 рублей. Такое маленькое баловство, приятное. И она реально твёрдая прям. То есть, ну, как бы она не мягкая какая-то. Она прям вот её выравниваешь. Она твёрдая. Можно провести ровную черту, замерить что-то. 20 сантиметров. Вот такая вот линейка. Классная. Поехали дальше. В экспрессе я всегда беру туалетную бумагу. Вот это раз. Потом я взяла вот такой силиконовый коврик большой. И сегодня я буду спускаться в машину, кстати, и его положу туда. 77 рублей стоит он. В отличие от других, он уже, короче, такой большой, без всяких краёв. Но походу... Ай, блин. Он тоже будет собирать на себя пыль. Короче, делать называется мне нечего. Какая вонь, какая вонь. Делать называется мне нечего. И я просто всякую херню кладу на свою панель, а потом успешно выкидываю. В общем, она липкая со всех сторон вообще. Сто пудов здесь будет пыль, будет грязь. И если у вас панель красивая какая-то, то... Конечно, не... Вот она. Текстурирована немного, чтобы с неё ничего не скользило, не съезжало. Но она, во всяком случае, мягкая, понимаете? То есть её положила, и она как бы облила свой корпус. Ну, 77 рублей не жалко, просто чисто затестить даже. Дальше смотрите, смотрите, что я нашла. Я нашла крутые, крутые наволочки. Они двухсторонние. С одной стороны, вот такая вот красивая картинка. По 199 рублей. Здесь у нас фламинго. А с другой стороны, они одноцветные, полностью серебро, я так понимаю. Да. Ну вот. Не буду полностью делать. Бля, там фламинго всё равно нет. Нет, да, просвечивается, да? И я подумала, что эти наволочки будут офигенно просто мне на фон. Смотрите, как классно. Они будут на фоне смотреться, такие яркие, я же люблю. И под розовый, и под голубой мне, и под жёлтый фон, под любой. Будет замечательно. Вот. Короче, кайфую. С другой стороны, они белые. Вот взяла вот такие две разные, чисто реально для фона. Потому что уже эти поэтки надоели. Но картинки очень красивые. Единорожек, фламинго, что-то такое нежное, розовое. Класс. Попыталась засунуть сейчас подушку свою, которая у меня вот уже готовая подушечка есть, да? Набитая. Думала сверху засунуть. А не получается, потому что здесь очень маленький разрез. Смотрите, вот с одной стороны остаётся, и с другой стороны. То есть сюда либо надо мягкую подушку специальную купить, да? Либо что-то напихать другое. Поэтому пока что подушки не засуну. Вот так покажу. Красоту это ещё. Так, взяла вот такие вот за 55 рублей. Что-то они мне понравились. Симпатичные. Ободок с такими ушками. Вот, смотрите. Раз, и всё. И класс, да? И Новый год. Может, какое-нибудь видео сниму вам вот так с ушками. Вообще, надо было начинать это видео с ушек. Но я забыла, что я их взяла. Так бы сейчас такая красивая сидела бы и вам вещала бы. Короче, они прикольные такие. Милые. Очень легко сделаны. Кстати, может любой сделать их сам. Смотрите. Это вот такая вот... Я сейчас вам даже скажу. Это даже похоже, вот эта вот штучка. Похоже на ватный диск маленький. Вот на ватный диск приклеено немного вот этого вот дождика. Вот так. И всё. И какой-то дешёвый, обычный. Очень-очень такой мягкий ободок. Всё. Вообще, такое можно делать самим. О, вот что новенькое, интересненькое. Это ножницы. Легко хранить, легко перевозить. Компактный размер дорожной ножницы в футляре за 77 рублей. Мне стало очень интересно, честно говоря, как они работают. Я что-то такое не припомню в своей жизни. Нет, что-то припоминаю, но... Как я не люблю всё это дело распаковывать. Вот можно было бы щёлкнуть просто. Щёлкнуть пальцем. И всё распаковалось само. Ага, значит, смотрите, вот. Это типа корпус был нашей лисички. Там, кстати, были бегемотики и ещё кто-то. Раз, корпус отсоединился. Вот эту часть мы сюда одеваем, да? Или не одеваем? Одеваем или не одеваем? Даже не одеваем. Просто вот здесь ножнички. Но ты ими не регулируешь. Они, то есть, поняли, здесь пружинка отпружинивает. Они очень так вот легко. Давайте проверим, режут или нет. Слушайте, ну как дорожные, отлично. Острые даже. Классные. И опять соединяем вот так вот. Раз. И два. И получается просто вот такая вот лисичка. Как ручка вообще. Классненькая. Дальше. Футляр для пластиковых карт за 55 рублей. У меня все карты разбросаны. У меня их много. Уже пора давно собрать всё в телефон. Мне уже девочки рекомендуют. Не носят с собой карты. Все карты забили в телефон, как бы, и там вот сканируют. Но это же надо сесть. Я не знаю. Ну, часа три, наверное, потратить, чтобы всё это сделать. А этих трёх часов нет у меня, к сожалению. Поэтому я пока что приобрела футляр за 55 рублей. Чтобы сложить все туда карты. Чтобы они просто хотя бы вот. Достаёшь ты не карточки все из кармашка, да. А ты достаёшь весь футляр. В котором лежат твои вот так вот карты. Он прозрачненький. Всё видно. Тут даже ещё кармашек есть дополнительный. И здесь вот ещё кармашек. И всё. И оно на магнитике. Класс. Ну, если много карт сильно положить, то магнитик не закроется. Понятное дело. Но на время, короче, можно. Понятно, что это вообще игрушка конкретная. Но на время можно. Магнитик слабенький очень вообще. Прям такой. Короче, пусть будет. Кстати, все мои карты сюда замечательно зашли. Вообще. Просто пачка моих карт. И застегнулась прекрасно. Всё. Ещё я взяла вот такие свечки за 99 рублей. Это, знаете, мне кажется, даже в этих кафе, когда тортик вам приносят. Или ещё что-то. Вот эти свечки туда втыкают. И прям получается очень феерично. Ну, пусть будет. Может, на какой-то праздник. Не знаю насчёт Нового года. Может, и на Новый год включим с мамой по одной. Ну, короче, мне понравились они. Я уже видела в обзориках у девочек разных. Да? Мне понравилось очень. Клёво. Так что я вот эти свечи возьму. Они просто вот так горят, горят, горят. Мне совсем не страшно. Красиво. Так. Взяла вот такой дождик за 99 рублей. Было там вариантов несколько этого дождика. Был зелёный. Вот здесь, кстати, на картинке было написано. Зелёный. Он здесь написан зелёный, но мне кажется, он нифига не зелёный. Отливает немножечко зелёный. Был розовый. Он такой более прозрачный. В обзоре на моём втором канале я прям показываю все эти дождики. Какие варианты там были. Был разноцветный классический. Но мне больше всего понравился вот именно этот цвет. Такой белый, зелёный. Сейчас мы их расплетём. И посмотрим. Длина у них 70 сантиметров в ширину, я так поняла. И в длину метр девяносто. То есть можно под потолок красиво приклеить. Вот так вот. Да? Вот такой красивый дождик. Очень длинный. Ну, представьте, метр девяносто в длину. Да? Вообще красиво. А с другой стороны он белый. То есть вот просто бумага нарезанная, короче. Так, вы представляете, девочки? Это просто вот такая вот бумага нарезанная стоит 99 рублей. Вот у них просто есть машинка вот так нарезать всё. И они вот зарабатывают неплохие деньги на этом всё. Хороший бизнес, я вам скажу. Вот. Ну, я думала тоже это на фон сделать красиво. Вот так вот, да? Как-то куда-нибудь повесить. Может, на окно повешу. Ну, красиво. Сразу праздник, да? Приклеила вот так вот и сразу праздник. В общем, мне этот цвет помрался. Я его куда-нибудь сделаю. Покажу вам. На окошко, наверное, куда-то приклею. Дождик этот решила вот сюда вот сделать. Ой, мамочки. Короче, я просто завернула, потому что мы скоро переезжаем. И уже этот дождик я, наверное, на новую даже квартиру сделаю. И вот он длинный вот такой вот. Я его вот туда заброшу, короче. За диван. Будет вот так смотреться. Ещё вот такая вот интересная игрушка. Я взяла её за 199 рублей. Ну, просто потому что мне было любопытно, что там за сюрприз. Короче, здесь какая-то хлопушка с сюрпризом из пластмассы с маркировкой спинмастера. Одна кукла в ассортименте. Ну, игрушка, хлопушка, сюрприз. В общем, мне стало интересно просто самой, понимаете, как ребёнку. Я её чисто из-за этого взяла повеселиться с вами. Вот давайте сейчас её отстроим. Просто сюрприз будет полный, потому что я не представляю, насколько сильно она хлопает. Хорошо, что мой малыш сейчас не рядом. Может, она громко хлопает. Страшно немного, но что делать? Ради веселья? Вообще непредсказуемо. Так. Как же её открыть, нам? Вообще тут нарисовано, да, что типа открыть. Блин, надо такое держать подальше. Я же такая могу, блин, непонятно. Давайте инструкцию сначала прочитаем в натуре. Подожди. Так, игрушка под непосредственным наблюдением взрослых. Блин, мне самой надо под наблюдением взрослых всё это делать. Способствует развитию ребёнка. Представляете? Для игровых целей предназначено. Применение-то есть тут вообще? Всё на нерусском написано, одна наклейка здесь только на русском языке. Я не вижу применения. Может, я сильно спешу? Игрушка предназначена для игровых целей, способствует развитию ребёнка. Рекомендуется использовать под непосредственным наблюдением взрослых. Всё, потом непонятно что. Какие-то цифры, состав, адрес, товар сертифицирован, срок службы, срок годности, хранить в сухом месте, не предоставлять опасности при использовании в игровых целях, рекомендуется для детей 4-х лет, не предназначен для детей 3-х лет, сохранять упаковку, специальные условия по уходу за игрушкой отсутствуют. Всё, дальше на другом языке. Всё, девочки, никаких картинок, нифига. Короче, мне кажется, сначала нужно открыть здесь, потому что здесь такие стрелочки. Я надеюсь, у меня в лицо ничего не выстрелит. Вот это самое главное. Я сначала открываю просто вот эту плёнку сверху. А, во, инструкция внутри. Опять запечатали 3D, блин. Сейчас проткну, что-нибудь ещё нужно. О, боже мой, какая ужасная упаковка. Ужасная, ужасная. Сколько мне её надо открывать? 10 тысяч лет, что ли? Раздражает. Особенно, когда спешишь, когда твой малыш, блин, там находится в закрытом месте. И так, дальше я боюсь. Короче, надо что-то поворачивать. Нет, надо что-то открыть. И по инструкции, наверное, тоже надо снять. Она тут прилеплена как-то. Всё рвётся, короче, инструкция рвётся. Ой, дебильная игрушка вообще. Нифига не для детей. Вот такой подарил ребёнку, он сиди мучайся, открывай вот это всё, бесись. Вот, какая-то стрелка тут, видите, открыла. Теперь по этой стрелке нам нужно, видимо, что-то открыть или повернуть. Прикольно. Такая небольшая хлопушка вообще, она даже не громкая. Прикинь бы, я вот так вот делала бы, она могла выстрелить меня в глаз и всё. Короче, да, её поворачиваешь, вот эту фигнюшку, просто там срабатывает, вываливаются вот такие сердечки какие-то, хо-хо, какой-то зайчик серебристый. Ну, короче, такие мелкие штучки. Вот, такой набор мишуры выпал из игрушки. И выходит такая девочка. Её можно отсюда вытащить. Походу, там ещё что-то есть, какие-то штуки, мне кажется. Она собирается, раскладывается. Сейчас, где инструкция? Да, её поворачиваешь, короче, здесь и вытаскиваешь. Вот, вытащили. Подожди, тут ещё вещи, походу, её нет. Какие-то вещи тут у девочки нарисованы. Плюс шапочка, сумочка. Шапочка и сумочка где-то. А, вот здесь. Внизу. Надо открыть вот эту вот штуку. Где шапочка и сумочка? Ё-моё. Издевательство, да? Прикинь, до шапки, до сумки не добраться. Шапку, сумку отдайте. Сумка. Вот, открыла нить. Вот, здесь внутри вот так открываешь вот эту штучку. Вот она. Здесь вот внутри ещё есть что-то, сюрприз. Открываем. Тут всякие куколки. Сколько их тут есть, куколок в наборе. И вот в пакетике открываем остальное. Вот они. Вот они. Не потеряй. Так долго я брала всё это, что потерять нельзя. Так, что здесь вообще? Какой-то непонятный котик. Вот он. Котик. Что это делать? А, здесь ободок. Ободок для девочки. Надеваем. Она теперь с ободком у меня, видите? Вот ободок одела. Вот это непонятная тема, короче. Какая-то, какой-то котик. Вот он, смотрите. Котик, да? И вот какое-то зеркало, типа, непонятное. И у них тут есть отверстие. Отверстие. Вот так. Типа просто отверстие. Вот я в котика засунула это зеркало. И чё? И всё. Что мне с этим котиком делать, я не знаю. Где эта инструкция? Может, тут просто с котиками есть девочка с котиком? Ну, что-то я такое не вижу тут девочки с котиком. Что за котик непонятный? Тут просто сзади ещё отверстие какое-то есть. И фиг его знают. Вот что это такое, я, короче, не пойму. Девочка с этим ободком, я поняла. Вот это я не пойму. Чё? Кто знает, кто пробовал, напишите в комментариях. Бесит уже игрушка эта. Ну, и, короче, остаётся вот такая вот темка. Прикольно. Это всё, что я показала. Напоследок на мой второй канал. На мой второй. На моё, моё, второй, моё, мой, второй. Ну, и напоследок. Переходите на мой второй канал. И смотрите обзор на вот эти две масочки. Одновременно я их тестирую. На одну половину лица, на другую половину лица. И будьте осторожны. Я прям здесь уже вам скажу, потому что я их протестировала. Не берите их. Вот посмотрите, что они делают. Более того, мне кажется, я это не сказала в видео. Ну, как бы вы увидите весь шок, да? Но более того, мне кажется, что оно ещё и красится. То есть оно не просто жжёт, щипет, колет и пипец. Оно ещё и красит кожу. Вот посмотрите, насколько оно мне покрасило. И вот то покраснение, которое вы увидите, что оставила эта маска. Вот эти две маски, да? Я вам скажу, я вечером пришла, умыла лицо. И покраснения у меня до сих пор оставались. Вот. И также в ближайшем будущем или уже тоже на канале, на втором, я протестирую вот эту маску. Это маска розовая, маска-плёнка для лица, ультратонус. Она у нас внутри перламутровая. Это вот из новиночек. Вот она такая перламутровая. Я ещё её не тестила, ещё буду тестить. Но, возможно, когда выйдет это видео, уже обзор на эту маску будет под видео. А вот этот обзор точно будет. Так что проходите по ссылочке на мой второй канал. Подписывайтесь обязательно, комментируйте, ставьте лайки. Не судите строго. Я для вас стараюсь, для вас всё покупаю, чтобы сделать вам обзоры. Всё, с этими покупочками всё, всё показала. Очень рада, всё счастливо. Вот такая ещё штучка выпала оттуда. Вот. Прощаюсь с вами до следующего видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok